Всем привет, мои хорошие! С вами Геймили. Сегодня мы с вами будем кушать завтрак, так скажем. Здесь у нас кукурузка, яйца, огурчики, сосиски, охотничьи колбаски и болгарский перец. Настроение у меня не очень. Я знаю, что вы не любите, когда я снимаю видео в плохом настроении. Но скрывать от вас я тоже не могу. В общем, слушаем. Дело в том, что вчера мама уехала и взяла мои ключи. А свои ключи потеряла. Это ключи не прям от дома, а ключи от лифта. И от домофона. Получается, что моя мама уехала в деревню на месяц и оставила меня без лифта и без входной двери. Подезд. Я хотела купить тортик вчера вечером. Заодно снять видео. Уже отправила смс. И получила разрешение. Чтобы выйти из дома, мы берем разрешение, кто не знает. Потом смотрю, что нигде не могу найти ключи. Я просто перерыла всю квартиру. Нигде нету этих ключей. Просто каждый уголочек. Это получается. Если я сейчас спущусь и пойду в магазин. Спущусь по лестнице. Мне, в принципе, не сложно спуститься. Но если я вернусь назад, кто откроет мне дверь? Входную дверь в подъезд. Ладно бы, когда карантина не было, много людей выходили, заходили. И это не была проблема. То есть можно было быстренько вот так вот зайти. Сейчас карантин. Многие сидят дома. Я боюсь, что я внизу останусь ждать кого-то. Там полчаса, 20 минут. Потому что люди особо на улицу не уходят. По крайней мере, у нас в здании точно. Вот такие вот дела, ребята. Ужас просто. Эти ключи где-то дома. Потому что мы с мамой ходили в супермаркет и снимали видео закупка продуктов. И вот тогда я прям точно помню, что у меня в руках были мамины ключи. Потом я отдала их маме. И с этими ключами мы поднялись наверх. Потому что лифт без ключей не работает. А с такими сумками пешком на такой высокий этаж мы бы не поднялись. короче, фиг знает. в общем, поэтому, ребята, я вас предупреждаю, что в ближайшие два дня будет, скорее всего, домашняя еда. Не то, что домашняя еда, просто то, что есть в холодильнике. Поэтому не ругайтесь, пожалуйста. У меня там, например, в морозилке манты есть. Например, их. Смотрю какой-то супчик из курицы. В общем, что-то придумала из того, что есть. Либо можно что-то заказать. Поэтому сильно не ругайтесь. Обойдите в мое положение. Мама уезжает в деревню. Зачем ей ключи от квартиры в деревне? Если она не нашла свои ключи, можно было поехать без ключей. Но она обязательно взяла. В общем, такие вот дела. Давайте немножко поотвечаю на вопросы. Опросник я поставила в инстаграме. Поэтому обязательно подписывайтесь, если вы хотите, чтобы в следующем видео я ответила на ваш вопрос. Итак, вопрос звучит так. Айка, ты всегда говоришь о том, что ты сама делаешь себе гель-лак. Было ли это всегда так? И ходила ли ты к мастеру? Да, сначала я ходила. А потом я поняла, что я могу это делать и сама. Почему нет? И мне реально самой было это интересно. Более того, какое-то время я на этом зарабатывала деньги. В принципе, я никогда прям супер таким мастером, который умеет рисовать какие-то рисунки и все дела, я не была. Но я просто делала дешевле, чем в салонах. И, следовательно, у меня были клиенты. Я говорила, что я любитель. И брала вообще копейки. Я делала однотонное покрытие. Может, какие-то наклейки, стразы. Но ничего такого, знаете, суперсложного. Люди приходили. Главное, из-за цены. Потому что я делала за пол цены и делала дома. Самое главное, гейллак у меня держался. То есть, мои работы, они держались хорошо. Просто была проблема в том, что я не могу делать супер какие-то рисунки. Идеальный френч. Я, например, френч обычно никогда не делала. Вот. Такие моменты были, но клиенты всегда оставались довольны именно из-за цены. Одно время даже я делала в три раза дешевле, чем в салоне. Если честно, это было вообще невыгодно. Просто я хотела набить руку. Научиться. А это все приходит только с опытом. То есть, визажист, там, не знаю, парикмахер. Это те профессии, которые как раз-таки развиваются не в процессе обучения, а в процессе практики. поэтому сначала делала бесплатно. Но когда ты делаешь бесплатно, у тебя столько клиентов. Приходят через четыре дня, а я хочу переделать. Все равно у тебя бесплатно. вот многие думают, что это, что мастера маникюра зарабатывают такие хорошие деньги, а что они делают? Просто пилят ноготочки. на самом деле, это заблуждение, потому что это очень тяжело. Во-первых, ты дышишь вот этой пылью. Во-вторых, у тебя постоянно болит спина, потому что ты находишься в одном и том же положении на протяжении нескольких часов. А еще у меня проблемы со зрением. Поэтому для меня это было вдвойне, втройне тяжело. Так как я люблю вообще рисовать, разукрашивать и так далее, я получала кайф. Но это все-таки не совсем мое. Вот. Но интересно. Иногда подруги, там девчонки начинают вот, мастера маникюра, девочки, которые делают ресницы, они стирают с нас деньги. зарабатывают кучу бабок. Так слабо тебе тоже начать, если это так легко. в том и дело, что это нелегко. Со стороны все кажется легко, знаете. реально, ты физически очень устаешь, несмотря на то, что ты постоянно сидишь. Такое ощущение, что сидишь и пилишь ногти, в кае в себе. На самом деле нет. не люблю людей, которые сидят и считают чужие деньги. Я считаю, что вот это вот все, что связано с красотой, это прежде всего искусство. Я, например, себя накрасить не могу, хотя кражу себя уже пять лет каждый день, но все равно нормально накрасить себя я не могу. а девочки-визажисты красят кого-то. Разные типажи разных людей, поэтому все-таки это искусство и нельзя недооценивать труд других людей. У меня, например, двоюродная сестра, она хотела стать парикмахером, прошла курсы, потом работала помощником. И вы знаете, до сих пор она не может прям так классно собрать волосы, потому что это очень трудно. Нужно очень долго практиковаться. я в детстве очень хотела бросить учиться и стать парикмахером. Но сейчас я понимаю, что как хорошо, что я это не сделаю. просто как хорошо. я просто обожаю кукурузу, но меня очень бесит, что она забивается в зубы. и сейчас нужна зубочистка, чтобы хорошенько все это дело убрать. В общем, на этом все. Я очень надеюсь, что я сумею выбраться из дома и решить все свои проблемы и снять для вас какой-то вкусненький тортик, потому что бар не всем понравился. Я даже не ожидала, поэтому сладких мукбанков теперь будет больше. Берегите себя всем. Пока!